Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. Мои коллеги расскажут о последних событиях. Коротко о главном. Работайте, братья! Сегодня в Дагестане вспоминали о подвиге сотрудника Росгвардии, героя России Магомеда Нурбагандова. Смягчение ограничений. В Дагестане снимается запрет на посещение мечетей, храмов и кладбищ. Шесть веков истории. Архитектурная и духовная реликвия села Кубачи под угрозой исчезновения. О судьбе культового сооружения и о том, что делается для его сохранения, сегодня в выпуске. Дагестанские таможенники изъяли безакцизные сигареты, обнаруженные в помещении одной из курьерских служб. В коде проверки был выявлен немаркированный товар производства Республики Беларусь в количестве более 22 тысяч пачек. По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Владельцы и работники банкетных залов и ресторанов снова вышли на акцию протеста. Люди просят, чтобы власть наконец-то разрешила им работать, начать зарабатывать на жизнь. Нам очень тяжело. Мы хотим, чтобы нам дали возможность зарабатывать. Не существовать в этой жизни. У нас даже на существование средств уже нет. Мы просто выживаем. На сегодняшний день мы просто выживаем все. По словам собравшихся, они уже не знают, в какие инстанции им обращаться и от кого получать разъяснения по данной ситуации. Представители власти не называют даже приблизительную дату снятия ограничений. Хотела бы сказать от имени поваров и, наверное, части официантов. Потому что больше половины народу, которые работают в этой структуре, ресторанном бизнесе, в банкетных залах, в кафе, базы отдыха, разницы нет абсолютно. Они практически все не от хорошей жизни пошли на такой тяжелый труд. Работать официанткой, поваром, техничкой, посудницей. Мы, получается, вот 4 месяца, это точно мы ни рубля не зарабатываем. Больше половины семьи, у кого дети сироты, где нет одного родителя. У меня у самой муж после инсульта, трое детей, которых нужно кормить каждый день. Тем временем, опыт работы первых 10 ресторанов, открытых в Махачкале в рамках снятия режима ограничения, показал положительный результат. Однако, по словам рестораторов, непонятно, почему остальные общественные заведения не могут начать функционировать. Соответствующие структуры не дают четкого ответа на этот вопрос и ссылаются на правительство республики. Мы хотели просто узнать, когда нам дадут разрешение, чтобы я четко могла сказать, какого числа есть возможность людям проводить свадьбу. Потому что, на самом деле, очень большое количество людей, 80% населения работает в свадебной индустрии. Это и повара, и официанты, и певцы, и фотографы, и видеографы. То есть, огромное количество людей, которые остались без работы. Мы все, на самом деле, готовы соблюдать все нормы, все, что нам скажет Роспотребнадзор. Мы обязуемся выполнять все эти обязанности, все эти нормы, для того, чтобы все было хорошо, чтобы каждый... Мы тоже хотим, чтобы все были здоровы и счастливы. В Махачкале сегодня вспоминали о подвиге сотрудника Росгвардии, героя России Магомеда Нурбагандова. «Работайте, братья!» – последние слова Нурбагандова. «Навсегда остались в памяти граждан нашей страны», как девиз героя и его призыв к современникам. Со дня трагедии прошло уже 4 года. Акция «Памяти героя» прошла у здания управления Росгвардии по Дагестану. Почтила память Магомеда Нурбагандова и наша съемочная группа. О его мужестве пишут стихи и слагают песни. Герой России Магомед Нурбагандов погиб, но даже перед лицом смерти исполнил свой долг. Будучи безоружным и связанным, превратил в оружие слово. Он ушел несломленным. Не испугавшись вооруженного врага, он отказался говорить под диктовку и даже перед дулом автомата. «Остался верен присяге». Его последняя фраза «Работайте, братья!» стала крылатой. «Скажи, скажи, скажи, скажи. Что сказать? Чтобы не работали. Работайте, братья!» Обессмертившие имя героя слова стали достоянием общественности после задержания преступников. Террористы требовали, чтобы он призвал коллег увольняться из правоохранительных органов. Понимая, что стоит выбор между жизнью и смертью, лейтенант остался верен долгу и самому себе. «Работайте, братья!» Эти слова после гибели Магомеда стали широко известны как призыв ко всем сплотиться и противодействовать бандитам. «Это прежде всего дань памяти нашего героя, нашего Магомеда, который, смотря смерти в глаза, произнес вот эти ставшие девизом сотрудников знаменитые слова «Работайте, братья!» Возложить цветы к мемориалу в честь героя пришли сотрудники Росгвардии, юноармейцы и представители общественных организаций. Все вспоминали Магомеда с искренностью и теплотой. Они отмечали его храбрость и решимость, с которыми он принял свою смерть. Произнесенная героем фраза была прежде всего адресована сотрудникам органов внутренних дел и потому стала их девизом. Действительно, сегодня четвертая годовщина смерти нашего земляка, нашего близкого нам человека Магомеда Нурбагандова, чьи последние слова стали бессмертными, как и его подвиг. И действительно, это та гордость Дагестана, которая, я думаю, должна передаваться из поколения в поколение, потому что на примере таких ребят мы должны подрастающее поколение воспитывать». В этот же день сотрудники Минмолодежи раздали сотни наклеек с цитатой Магомеда Нурбагандова. Росгвардейцы клеили этикетки со словами «Призывом на служебные автомобили. Многие наличные». Ребята говорят, что сохранение памяти о его подвиге – это гражданский долг каждого дагестанца. «На примере Магомеда Нурбагандова мы воспитываем молодежь в духе патриотизма. В честь него проводятся различные соревнования, патриотические акции и мероприятия. Я уверен, что Магомед, я думаю, что Магомед Нурбагандов, произнося это слово, он остался верен своей присяге, верен своему долгу как сотрудник полиции». Главная цель мероприятия – дать понять дагестанцам, что место подвигу есть даже в мирной жизни. Завершение состоялось в возложении цветов к мемориальной доске, после чего память героя России почтили минутой молчания. В Дагестане сняли запрет на посещение мечетей, храмов и кладбищ. Соответствующее постановление главного санитарного врача республики Николая Павлова опубликовано на сайте Роспотребнадзора. В постановлении указано, что смягчение ограничений связано с улучшением эпидситуации в Дагестане. Отмечается, что темп прироста заболеваемости COVID-19 в республике с момента начала регистрации случаев заражения снизился более чем в 35 раз. Дорога к трем селам. Строительство автомобильной дороги протяженностью 4,4 километра к высокогорным селам Нижнее и Верхнее Хваршини Цумагинского района Дагестана завершится до конца 2020 года. Строительство дороги ведется в рамках государственной программы развития территориальных автомобильных дорог Республики Дагестан республиканского, межмуниципального и местного значения. Ранее эти населенные пункты были практически оторваны от внешнего мира из-за отсутствия дорог. На данный момент на объектах практически полностью завершены работы по возведению земляного полотна. Идет заготовка материала для устройства дорожной одежды и обустройства. Кроме того, для жителей бездорожных сел Цехалак и Хушет пешая тропа сократится почти на 5 километров. В Сергакалинском районе построят новый детский сад. В селе Кадыркент идет строительство нового здания на 40 мест. Заказчиком работы является государственное автономное учреждение Республиканский центр по сейсмической безопасности. Работы идут полным кодом. Планируется их завершить к концу ноября этого года. Отметим, что воспитанниками функционирующего детского сада являются 22 ребенка. Еще 18 ожидают своей очереди. Таким образом, строительство нового детского сада полностью покроет потребность села и обеспечит все нуждающиеся семьи местами в детском саду. По миллиону рублей получат 140 педагогов Дагестана. Деньги выделят по программе «Земский учитель». Всего Миноборнауки Республики получило свыше 450 заявок на участие в программе. Из общего количества отбор пройдут только 140 педагогов. Согласно условиям, они отправятся трудиться в сельскую местность, где будут работать 5 лет. Каждый учитель получит по миллиону рублей на покупку или строительство жилья в том населенном пункте, где будет работать. Прием заявок продолжается до конца текущего месяца. Регистрация проходит на сайте ведомства. Напомним, в прошлом году в программе были задействованы только 50 педагогов. Село Кубачи славится не только ювелирными изделиями, но и древнейшими мечетями. Самой старой из них почти 600 лет. С ней связано немало историй. Сейчас, к сожалению, она находится в плачевном состоянии. О судьбе культового сооружения, о том, что делается для сохранения исторической достопримечательности, расскажет Хамзенур Магомедов. Сегодня мы видим лишь половину здания той мечети, которая была здесь изначально. Построенная в 15 веке, на протяжении пяти столетий она принимала прихожан. Мы проходим по лицевой стороне мечети. Стены разобрали в 40-е годы при советской власти и использовали под кинотеатр. Здесь располагался мехрафт, но от него сейчас остался лишь фундамент. Если разрушение будет идти такими темпами, то очень скоро и от остальной части мечети может попросту ничего не остаться. Выглядит все так, будто внутренние арки вот-вот разрушатся. Стена наклонилась в сторону, ее удерживают деревянные подпорки. Осталась вот внутренняя сторона с пятью арками, которая сохраняет пока ту историческую особенность мечети Убранства. Здесь молитвы не проводятся. Единственное, что проводятся иногда, зеераты. Говорили о необходимости восстановления, но пока дальше разговора речи не идет. Фасад средневековой мечети будто врезан в скалу. Стена сложена из крупных тесанных камней. В ней еще сохранились резные вставки с арабскими надписями. Для сохранения архитектурного памятника уже сделаны первые шаги, считают в администрации села. На народные средства проложили дорогу к мечети, что позволит спецтехнике в дальнейшем проводить сложные работы. По этой части я позволяю, что в данной мечети развалиться наши, по крайней мере, в ней архитектурные жители точно не дадут. По этому поводу я могу абсолютно не переживать. Потому что я знаю данную ситуацию и развалиться мы абсолютно не дадим. По сильную поддержку окажет и духовенство района. То, что называется в наших селах, с помощью совместной администрации села, совместной администрации района, иншаллах, мы постараемся помочь, чем сможем, чтобы она стояла, как стояла при наших предках. И сейчас, что будет необходимо, иншаллах, если можно будет, там, федеральная помощь, чтобы было как-то... Ну, постараемся больше задачи, чтобы сохранить память наших предков. В прошлом Кубачи являлась не только оулом оружейников и злата кузнецов, но и центром исламского религиозного образования в Дагестане. Об этом свидетельствует 12 исторических мечетей. Они были в каждом квартале села. Остается верить, что удастся сохранить и передать потомкам богатую историю кубачинской духовной культуры. А пока там, где раньше воздевали руки с мольбами о будущем, сейчас гуляет ветер. Минспорт России разрешил проведение всероссийских соревнований. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Олег Матыцын. При этом возобновление проведения спортивных мероприятий возможно с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, а также на основании решений властей в регионах, которые должны учитывать эпидемиологическую обстановку и особенности распространения коронавирусной инфекции на своей территории. Отметим, что Республика Дагестан рассматривает возможность перехода ко второму этапу снятия ограничительных мер. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь, смотрите нас также в интернете. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова